В семье Якова Игумнова к памяти о павших воинах относятся с особым трепетом. Прошли года, сменились поколения, но герои не забыты. Боевой путь своих родственников мужчина смог узнать, а вот судьба прадедушки жены оставалась неизвестной. Мы, к сожалению, никакой информации, кроме тех официальных документов, которые были в архиве Министерства обороны, не имели о его судьбе. Еще 9 мая семья обратилась за помощью к отряду «Вымпел». Ответ пришел в символичную дату – 22 июня. Оказалось, что красноармеец Николай Слепов погиб в Смоленской области в первый год войны. Получается, что его внучка не в курсе абсолютно вообще, что так произошло, что мы нашли эту информацию. Я сейчас планирую как раз эту информацию передать. Я думаю, что для нее будет большой сюрприз. Книгу в 30 листов. О жизни на войне поисковики собрали всего за пару месяцев. Так же, как и Яков и Гумнов, узнали о судьбе родственников еще две семьи. Вручение долгожданных известий прошло на мемориальном митинге. Мы проводим архивный поиск, устанавливаем судьбы этих бойцов, пропавших или погибших в годы Великой Отечественной войны, и оформляем им такие письма. Сегодня мы находимся на главном вечном огне нашего округа и чтим память павшим нашим землякам, которые не вернулись с войны. Минута молчания, молебен, возложение цветов. Ежегодно в День памяти и скорби в мемориальных акциях в Одинцовском округе принимают участие тысячи людей. Ведь в каждой из этих семей есть своя история о героях Великой Отечественной войны. Карина Хиряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.